Как сложилась судьба спортсменки, комсомолки и просто красавицы Нины из Кавказской пленницы Наталии Варлей? Чем она занималась все эти годы? Будущая артистка родилась 22 июня 1947 года в Румынской Констанции, крупнейшем морском порте на Черном море. Поскольку ее отец в то время служил офицером ВМФ, видимо, место рождения связано именно с военной службой. Детство, одаренное Наташей, прошло в Мурманске, куда перевели служить отца. С четырех лет она начала писать стихи, хорошо рисовала. Чуть позже у нее обнаружили музыкальный слух и красивый голос. Поэтому музыкальная школа стала обязательной частью образовательной программы. Вот только ревмокардит не позволял заниматься физкультурой в обычной школе. В конце 50-х семья переезжает из Мурманска в Москву, но ненадолго. Вскоре отец получает назначение в бухту проведения на Чукутку, куда и уезжает с женой и младшей дочерью. А сама Наталья остается в столице с бабушкой. Однажды во время похода в цирк юная Наташа замечает объявление о наборе детей. 11-13 лет в детскую цирковую студию, куда немедленно подает заявление в тайне от родителей. И ревмокардит совершенно не мешает ей стать профессиональной акробаткой, закончив с отличием акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства в 1965 году. По специальности артистка-эквилибристка «Союз госцирка». А дальше начались распределения и скитания по стране с гастролями. Волгоград, Саратов, Одесса. Всего и не перечислить. Маленькая акробатка, ростом всего полтора метра, которая в 18 лет выглядела максимум на 14, пользовалась популярностью не только у зрителей, но и у сильного пола, в том числе у коллег. Но именно внешность не позволяла переходить к чему-то серьезнее цветов и простых ухаживаний. В кино юная Наталья оказалась случайно. Георгий Йонгвальдхилькевич однажды посетил цирковое представление в Одессе, где и увидел юную эквилибристку. А ее коллега, известный клоун Леонид Янгибаров, продал Наташу другу-режиссеру. Специально для нее была придумана совершенно бестолковая роль медсестры в «Формуле радости», так как на главную роль в этом фильме слишком юную девушку просто не утвердили. Хотя картина тогда и не вышла на экраны, но присутствие на съемочной площадке и страшных метаний в попытке состарить Наташу хватило, чтобы засветиться перед Татьяной Михайловной Семеновой, ассистенткой Леонида Гайдая, занятой поисками главной героини для роли Нины. Конечно, есть легенда, связанная с продажей Натальи Йонгвальдхилькевичем Гайдаю за бутылку коньяка, но сама Наталья Варлея в интервью Гордону это отрицает. Поверим ей? После конкурсного отбора, а на роль Нины по слухам претендовало более 500 актрис, Наталья с блеском исполняет роль студентки Нины в «Кавказской пленнице». Фактически, эта роль – успех фильма, который посмотрели более 75 миллионов зрителей, сыграла роковую роль в ее жизни. Конечно, появилась масса поклонников, причем не только советских, но звезду не особо-то торопились приглашать на интересные роли, да и цирк в то время артистка любила куда больше, чем кино. Среди ее известных ролей – Панночка в Лейн-Ти-Ви в 1967 году, Муся Волкова в «Золоте» 1969 год, единственная роль, где на съемках пришлось перебираться через реку Галышом, Галина Листопад в «Семь невест Ефрейта Разбруева» 1970 год, Лиза в «Двенадцать стульев» 1971 год. Конечно, это далеко не полный список, но ведь актриса училась в Щукинском училище именно в 1967-71 годах и закончила его с красным дипломом, а она практически не снимается во время учебы. А в 1984 году пошла за очередной профессией в Литературный институт имени Горького, который также закончила с отличием. Из последних серьезных ролей Натальи Владимировны можно выделить роли Генгемы и Бастинды в фильме «Волшебник изумрудного города» 1994 год и «Матери Киндарат» в Ленте Волкодав из рода «Серых псов» 2006 год. А помимо этого было огромное количество озвучек. Ее голосом говорили многие западные актрисы в самых разных фильмах. Всего около 2000 ролей в фильмах и сериалах в качестве актера-дубляжа. И это не считая занятости в театре и на телевидении, где Наталья вела программы «Домашний очаг» и «Домашние хлопоты» 1998-1999 года на РТР и «Дело ваше» 2014 год «Первый канал». Личная жизнь Натальи Варлей также заслуживает внимания. Ее первым мужем стал актер Николай Бурляев, от брака с которым ее отговаривали друзья Леонид Филатов, Михаил Задорнов и Владимир Качан. Однако в 20 лет ветер в голове, поэтому брак все же состоялся. Вот только пара довольно быстро рассталась. Всего несколько месяцев они пробыли вместе в 1967-68 годах. Следующая серьезная попытка – брак с красавцем Владимиром Тихоновым, сыном актеров Нонны Муртюковой и Вячеслава Тихонова, сокурсником по щуке. Богемная жизнь мужа, связанная с наркотиками, совершенно не устроила Наталью. Поэтому этот брак тоже продержался недолго. Вот только забеременеть она все-таки успела. А в 1972 году родился сын Василий. Младший сын Александр родился в 1985 году. Причем его настоящего отца Наталья Владимировна скрывает ото всех. Был и третий мужчина в ее жизни – строитель Владимир, который по слухам был бригадиром рабочих, делавших ремонт в ее квартире. Однако отношения отчима с младшим сыном не сложились, после чего и он отправился в отставку. Вот так любимыми мужчинами остались сыновья и внук. Сейчас Наталья Варлея живет одна, с кошками, количество которых порой доходит до 14. Последний серьезный скандал с ее участием, помимо долгих разборок с родственниками Тихонова и Муртюковой, разразился в прошлом году, когда вышла ее книга «Конотоходка. Автобиография», где в одной из глав Наталья Варлей обвинила кинорежиссера Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах на съемках. И это не считая того, что Витцина, Никулина и Маргунова обвинили в облапывании во время съемок гораздо раньше. Как же без скандалов в звездной тусовке. А какой вам запомнилась Наталья Варлей? Нина? Панночка? Или, может быть, Лиза Калачева? Напишите об этом в комментариях. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.